здравствуйте дорогие друзья я рада приветствовать вас на канале творческая мастерская креатив меня зовут наталья и сегодня я хочу показать вам как сделать такие красивые шары чтобы украсить новогоднюю елку шары эти сделаны из пенопластового шарика то есть основа этого шара пенопластовый шар который обмотан витым таким жгутом украшен ленточками цветами из фоамирана и такие сделанные из бус такие красивые ягодки и цветочки и шаг на таком подвесе на такой серебряной ленточки нижняя часть также украшена стразами и металлической розеточкой этот шар аналогичный только разница что это шар обмотан голубой жгутом а шнуром а этот шар обмотан серебряным шнуром также здесь цветы из ленточки серебряные ленточки нижняя часть украшена стразами и металлической розеточкой подписывайтесь на мой канал жмите колокольчик ставьте лайки пишите комментарии также я приглашаю свою группу вконтакте которая так и называется творческая мастерская креатив все ссылочки будут под этим видео ну что ж давайте приступим к изготовлению таких шаров я уже говорила что основа этих шаров у нас это обычный пенопластовый шарик размер этого шарика где-то 5 сантиметров когда мы его шнуром а клеем он станет размером где-то 6 6 половином сантиметров конечно я вам не рекомендую оклеивать большие шары которые размером 8 9 сантиметров потому что шар и так тяжеленький ну такой чувствительность а большие шары будут еще тяжелее вот такой шарик вот эту вот мы удаляем с вами отрываем она нам не нужна и сейчас мы с вами найдем два центра этого шара сейчас вам расскажу как это сделать смотрите в каждом шарике есть такая линия она проходит по шарику мы ее сейчас отметим пункт пунктирной линией и ручкой чуть-чуть не сильно нажимая так слегка пунктирной линией отметим эту линию чтобы она нам была хорошо видна еще назовем эту линию экватором чтобы лучше было ориентироваться отметили нарисовали пунктирной линии вот эту линию линии экватора и теперь нам нужно с вами найти середину этих шаров для это мы возьмем сантиметровую ленту и измерим расстояние от экватора до экватора по выступающей части вот смотрите у меня получилось 9 сантиметров значит середина у нас будет на четыре с половиной сантиметра берем линейку берем циркуль и циркулем на линейке откладываем четыре с половиной сантиметра четыре с половиной сантиметра отложили теперь острую часть циркуля мы вставляем в любую точку нашего экватора а здесь мы ставим с вами такую линию вот видно наверное я сейчас ее нарисую теперь с другой стороны мы ставим опять же а вот этот острую часть циркуля наш экватор и рисуем следующую черточку вот пересечение двух черточек это у нас будет верхний полюс нашего шарика теперь мы вам с нами с вами будем делать нижний полюс вставляем острую часть циркуля в экватор и вокруг шарика начинаем рисовать ось меридиан рисуем нарисовали теперь мы вставляем пересечение вот это пересечение нашего меридиана с экватором мы сюда вставляем острую часть циркуля и рисуем опять вокруг вокруг нашего шарика то есть рисуем еще один меридиан тут дырочка получилось она заклеится вот мы с вами нарисовали второй меридиан и вот пересечение этого и здесь у нас получилось пересечение двух меридианов у нас получилось два полюса на шарике вот такой нехитрый способ как найти два центра на шарике и теперь мы это все с вами должны оклеить как я раньше говорила если вы смотрели предыдущий мастер-класс как сделать новогодний декор в виде кольца я говорила что оклеивать все пенопластовые заготовки можно двумя способами клеем пва и клеем с горячим горячим клеем из пистолета и говорила что пенопластовые шарики вообще не только шарики все заготовки пенопластовые нужно оклеивать клеем моментом потому что там получается реакция и клей момент съедает весь этот пенопласт так как мы в том мастер-классе которую вы может посмотрели где мы оклеивали кольцо джутовым шпагатом он натуральный более такой тонкий местами даже не ровно это джутовый шпагат и мы дам наклеивали наклей пва там было просто удобней то здесь вот этот шнур витой он же у нас святой тканевый мы будем оклеивать при помощи термо клея потому что если мы о чем наклеивать на клей пва это во первых очень долго он будет клеится очень сохнуть будет дольше и потом на этом вот витом шнуре этот клей пва проступает пятнами и получается очень некрасиво а этот шнур у нас по сравнению со шпагатом жутом ровненький гладенький очень красивый его очень удобно будет наклеить на термо пистолет клеить мы будем с любого места с любой точке хоть здесь хоть здесь это вот ямочка она все заклеится ровно натянется и будет все хорошо ну что ж я сейчас вам покажу как приклеить берем клей он уже у меня в пистолете разогретый ставим точечку на наш шарик наносим клей и берем наш шнур и в эту точечку придерживая пальчиками аккуратно заворачиваем в колечко вот так вот вот смотрите аккуратно заворачивая я его в колечко прижимаю он на пенопласте довольно быстро схватывается с пенопластом этот вот вот сам вот этот вот шнурок и также начинаем продолжаем не начинаем а продолжаем добавляем немножко клея и кладем плотно по кругу поджимаем немножко вдавливаем в шарик опять добавляем чуть-чуть клея очень будьте осторожны клей разогревается температура пропал плавление этого клея большая можно получить ожог так что работайте и берегите себя вот это место которое у нас получилось сначала мы его потом задекорируем вот такой вот металлической розеточкой принципе сюда можно поставить и большую красивую стразину можно поставить большую полу бусины то есть вот это место где мы с вами начинали приклеивать шнур к шару можно прекрасно все спрятать красиво оформить и не будет ничего видно продолжаем так оклеивать весь наш шар прижимаем чуть-чуть придавливаем чуть-чуть все по кругу тоже кладем как и в том мастер-классе где мы с вами оклеивали кольцо прижимаем очень близко и сильно прижимаем прямо к наши витки к вид к витку вот этот шнур прижимаем чтобы не просвечивался этот белый шар то есть что вот так вот не клейте но это совсем уже будет некрасиво а прямо плотную плотную шнур кладем к шнуру даже если чуть-чуть здесь вышел клей его можно убрать можно ножницами убрать можно пальчиками убрать такой способ оклеивание при помощи термоклея а если бы мы с вами клеили на этот клей пва шнур бы он же у нас тканевый такой блестящей ткани сделан наверное с атласной он бы намокал и оставались такие пятна разводы и это было очень некрасиво и неаккуратно а мы стараемся делать наши работы красивыми и аккуратными что ж и так нужно оклеить весь наш шарик еще раз показываю наносим клей здесь вот у меня ямка получилось я к ней когда подойду в эту ямку немножко клея больше налью этот шнур очень красивый витой он бывает разный голубой белые красные бывает немножко потолще это у меня такой тоненький что но бывает еще такие толстые но если бывает совсем уж такие толстые толстые как веревки их используют для подхватов для штор я никак не рекомендую такой вам брать потому что это будет очень некрасиво есть такие вот серебряные золотые с ними очень приятно работать и работы получается очень красиво и ваша елка будет очень очень нарядно так что продолжаем оклеивать наш шар до самой вот этой верхней точечки вот я клеила за заготовку этот наш пенопластовый шар витым шнуром размер этого шара был пять сантиметров в оклеенном виде он стал шесть сантиметров шнура сюда ушло три с половиной метра это я брала такой узкий шнур если брать шнур более широкий то сюда можно взять три метра два с половиной и сейчас мы с вами будем его декорировать то есть сделать вот такую нарядную красивую елочную игрушку для декора я возьму всевозможные стразы такие розетки бусины цветочками колокольчиками для банта у меня будут ленты трех видов это лента два с половиной сантиметра синяя цветом это лента органза она где-то сантиметровая и это тоже такая красивая лента тоже она как и органза один сантиметр также цветы ручной работы фоамирановые для украшения но сначала прежде чем это все задекорировать мы должны с вами сделать подвеску то есть такую сделать веревочку на которой мы мы будем вешать наш шарик вы можете обратить внимание что я шнур наклеила не до конца оставила такое немножко место в пенопласте здесь я с помощью такой деревянной палочки сделаю углубление отверстие и немножко расширю вот видно здесь палочка я сделала такое углубление и вот эту подвеску я буду делать с металлизированной тесьмы это узенькая такая металлизированная тесьма серебряного цвета ширина ее где-то 0,5 а в длину я возьму 30 сантиметров теперь складываем ее пополам хвостики вместе и будем завязывать узелок то есть две тесьмы вместе и мы завязываем узелок узелок завязываем не затягиваем потому что подводим прямо к самым кончиком нашей тесьмы и здесь уже на краю можно будет крепко завязать лишний хвостик мы обрезаем они в этой хвосты там принципе не нужны клеить я эту подвеску буду на термоклей то есть я клей заливаю в эту дырочку и туда аккуратненько вот этот узелок вставляю в этот клей аккуратно клей очень горячий можно обжечь пальцы и смотрите и тихонечко вталкивая туда палочкой вталкивая чтобы он утонул туда в этом клее клей пенопластия остывает не сразу немножко можно поджать немножко поджали и вот у нас прекрасно уже шарик держится на этом подвесе чуть-чуть можно туда палочкой вдавить и он будет очень крепко держаться и не упадет с этой стороны мы пока декорировать не будем а сделаем вот эту вот часть нижнюю часть чтобы удобно было клеить я беру банку и прямо вставляю туда шарик ровненько чтобы этот подвеска не мешала все туда прячу вот так подкладу и мы будем с вами вот это вот место где мы с вами начинали здесь очень некрасиво получилось и нам нужно его спрятать я возьму такую вот розетку этой розетки для бусинок они в виде чашечки и немножко ее распрямлю она мягкая хорошо распрямляется руками то есть мы с этой шапочки сделали вот такую вот еще можно на стол положить пальцем так ударить с этой шапочки розеточки для пус мы сделали вот такую звездочку или можно сказать снежиночку и эту вот вот эту снежиночку металлическую мы с вами должны приклеить вот на это место где мы с вами начинали клей то есть эту всю некрасивость прикрыть здесь я тоже буду использовать клевой пистолет наношу клея и прикладываю эту шапочку здесь тоже нужно быть предельно аккуратным и предельно осторожным от горячего клея это металлическая шапочка нагревается тоже и вот эта шапка становится горячая так что аккуратно не чтобы не обжечься приклеивается она замечательно это у нас металл это у нас текстиль очень прекрасно берется немножко подержим пусть клей остынет и прихватиться так у нас вот должно с вами быть вот такая вот и красивая розеточка и все начало где мы с вами начинали клеить этот шно все закрылась этой розеткой и теперь дальше наши будут такая такие действия мы должны еще украсить но как-то пусто и некрасиво я украсила такими квадратными стразами на их поставила квадраты наоборот и у меня получились ромбики вот вот эти стразы я не буду приклеивать на горячий пистолет потому что на горячий клей потому что это капли большие и они будут видны я приклею на клей вот этот пва наливаю в крышечку этого клея беру зубочистку и приклеивать стразы я буду между вот видите это как цветочком идет между вот этими вот цветочка вот этими вот вот смотрите лепесток раз заворачивается вот лепесток раз заворачивать так я буду приклеивать на вот этом уровне приклею очень просто берем этот клей наносим и берем пинцетиком берем наши стразы и приклеим то есть приклеиваем делаем из квадратика ромбик прижимаем немножко смотрим чтобы ровно было и так клеим вокруг этой розетки я думаю понятно как приклеить стразы еще раз говорю почему я не клею на пистолет на термо клей из пистолета потому что там очень будет большая капля и она будет очень неаккуратно и в то же время на этот клей еще стразы даже если неровно эту приклеили можно немножко подвинуть а на горячий клей уже ничего не подвинешь он берется намертво это универсальный такой клей пва он очень хорошо клеит все детали на текстиль и на дерево и после высыхания он не оставляет никаких пятен то есть становится прозрачной и поэтому работа получится очень аккуратно так как Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Приклеили стразы все сюда... Немножко прижмем и оставим немного, чтобы они у нас подсохли. Пока у нас эти стразы будут подсыхать, мы сделаем такие банты из лент. Так, я уже говорила, что у меня здесь три вида лент. Это атласная лента, ширина этой ленты 2,5 см. Это такая декоративно-металлизированная ширина, это 1 см. И металлизированная лента сарганзы. Это тоже 1 см. Мы должны отрезать по 4 отрезка длиною. Вот, смотрите, синий 9 см. Значит, этот отрезок 9 см на 2,5 см. Их будет 4 штуки. Вот, 4 штуки. Теперь, отрезок с ленты металлизированной органзы. Тоже 9 см в длину. Их тоже 4 штуки. Вот, 4 штуки. То есть, здесь ширина этой ленты 1 см, длина 9 см. И такая вот декоративная красивая лента. Мы отрезаем отрезок тоже 9 см, тоже 4 штуки. И ширина этой ленты 1 см на 9 см 4 штуки. Для того, чтобы нам удобнее было приклеивать на сам шар вот эти банты, мы их немножко подготовим. То есть, как мы их заготовим? Мы их склеим между собой. Смотрите, наносим клей на край ленточки. И склеиваем. Делаем вот такую петельку. Делаем такие вот петелечки. Вот у нас должно быть с вами 4 такие петельки. Делаем. Делаем. Тоже здесь клей горячий, так что берегите свои руки аккуратно. Температура плавления этого клея очень высокая. Можно получить ожог. Это мы делаем такие еще, говорю, заготовочки для бантов. А склеиваем их между собой для того, чтобы нам в дальнейшем было их очень удобно приклеивать на шарик. Здесь вот у меня немножко махрилось, я его срежу. И так же мы делаем из голубой, синего-голубой ленты. На край наносим этот конец и склеиваем на вот эту вот блестящую лицевую сторону. То есть вот эта вот матовая сторона изнаночная, она должна у нас быть внутри. А красивая лицевая у нас должна быть снаружи. И последняя. Тоже здесь немножко махрится. Мы подрежем немножко ножницами. У нас получилось 4 сине-голубых, 4 с органзы и 4 с декоративно-металлизированной ленты. Так, это мы сделали заготовки для банта, который у нас будет вокруг шарика наклеенный. Теперь мы с вами давайте сделаем вот такую, если видно, да я думаю, что хорошо видно, такой вот букетик из бусин, бисер и таких вот шапочек-рассеточек в виде цветочков. Для этого мы будем использовать с вами проволочку. У меня проволочка не очень толстая, тоненькая, для бисероплетения. Отрежу где-то я этой проволочке по сантиметру 15-20. Много не нужно. Я отрежу этой проволочке 3 штуки. Так, вот 3 штуки проволоки, тоненькой, для бисероплетения. И теперь смотрите, будем делать первый цветочек. Берем, у нас первый будет такой беленький, значит бисеринка, бусинка будет голубая, бисеринка будет белая. Берем белую бисеринку, белую бисеринку. Теперь берем голубую бусину, такой последовательности, на один конец, а этот конец там с другой стороны. А на один конец мы нанизываем белую бисерину, голубую бусину, вот такую вот красивую шапочку в виде цветочка, белую, чтобы у нас туда вошли в эту шапочку и бусинка, и бисеринка. И такую симпатичную еще маленькую розеточку. Вот у нас должен получиться такой набор. Теперь вот этот конец, который выходит с бисеринки, мы пропускаем, то есть бисеринку мы убираем, и пропускаем через бусину, шапочку и розетку. И затягиваем. Получаем вот такой вот цветочек. Откладываем в сторону. Он немножко распадается. Потом я вам покажу, как это все скрепить. Делаем следующий такой цветочек. Берем белую бисерину. Бисер здесь можно использовать любой. Но я, так как одно время занималась бисероплетением, у меня остался японский бисер Тоха. Мне очень нравится этот бисер. Он ровный, гладкий. Очень красиво смотрится в работах. Смотрите, бисерину, бусину, опять такую красивую шапочку, розетку и еще такой вот дополнение, металлическую шапочку. Теперь смотрите, вот этот второй конец. Пропускаем бисерину и продеваем через бусину, шапочку и розеточку металлическую. И затягиваем все. У нас получился еще один и этот. Вот получились два таких вот цветочка. И сделаем теперь большой. Здесь у нас будет белая бисерина, значит бисер будет голубой. Делаем точно так же. Бисерина, только меняем цвет. Ух ты, не поймать. Голубую. Здесь уже мы одеваем голубую, белую бусину, вот такую вот шапочку, колокольчик и к такой симпатичной розетке. Второй конец проволоки мы убираем бисерину и пропускаем через бусину и через все шапочки. И в розеточки мы выходим и подтягиваем за два хвостики. Подтягиваем, затягиваем, чтобы у нас проволока с бисеринкой здесь легла. Вот у нас еще такой получился цветок. Теперь мы все должны с вами сложить в красивую букет. То есть мы берем посередине у нас будет голубой, с этой стороны у нас будет белый и с другой стороны у нас тоже будет белый. Вот так должно быть. И теперь берем и все это сильно-сильно закручиваем. Можно руками закрутить, можно закрутить при помощи круглогубцев. Закрутили, хорошо. Поставили, все здесь. Распрямили, все достали, где что зацепилось у нас. Сюда встали, поставили, распрямили и еще раз можно закрутить, чтобы бусины там в этих шапочках не болтались. Поэтому закручиваем в очень сильный жгут. Вот у нас получился такой букет украшений. Это лишнее. Можно отрезать кусачками, если не жалко, ножницами. Немножко подкрутить. Хвостик завернуть. Распрямить. Вот такое вот у нас украшение получилось. Ну и что, теперь мы сделали банты. У нас есть готовые цветы, готовая веточка с бусами. Теперь можно полностью задекорировать наш шар, украсить. Я думаю, что стразы уже здесь подсохли. О, очень хорошо. Все это подсохло крепко. Переворачиваем. Поднимаем наш подвес и начинаем приклеивать. Клеить, конечно, я здесь не буду наклеить твое, а буду клеить на термоклей. И начинаем приклеивать. Наносим на край ленты клей и прикладываем к шарику. Переворачиваем шарик сюда. Опять берем вот эту заготовку, которую мы делаем. Наносим клей и прикладываем напротив. Немножко придержим. И так мы по кругу будем с вами приклеивать. Я не приклеиваю к самой прямой веревке, потому что вот это веревки подвес, потому что у нас еще будут цветы здесь. Пусть немножко останется свободного места. Первый ряд бантов уже приклеен. Посмотрим, как мы приклеивали. Будем смотреть на шарик и приклеивать следующий ряд. Теперь будем приклеивать вот эти заготовки. Их будем приклеивать между голубыми. Их будем приклеивать между голубыми. заготовки. Приклеиваем второй ряд. Органзовые заготовки будем приклеивать между декоративными лентой. Их будем приклеивать. Вот видишь! Органзовые заготовки будем приклеить. все сделали бант теперь приклеим цветы уберем вот эти нитки которые тянутся от клея будем приклеивать цветы берем пуансетики ножнички здесь меня такие хвостики на них обрезаем эти хвостики они нам не нужны еще раз повторюсь что это план сети я делаю из фоамирана это у меня чисто голубой фоамиран это я тонировала белый фоамиран тонировала масляной пастелью и будем приклеивать начнем наверное синего клея наносим так довольно таки хорошо и приклеиваем к серединке подержим немножко этот подвес чуть-чуть отодвинем сюда приклеим следующий цветочек наносим клей и приклеим рядом с синеньким так вот должно получиться приклеили теперь мы с вами наверное приклеим эту наши ягодки цветочки вы померяем чтобы сильно не выглядывала проволока замечательный размер не сильно торчит и мы его тоже нанесем на него клей и вставим между цветочками я вот петельку сделала чтобы здесь задержался клей и быстренько быстренько мы вставим к этим цветочком вот так топим и еще здесь у нас осталось место мы приклеим следующий цветок последний третий и последний вот расправим все что у нас здесь расправляется поправим наш ягодки ну такой вот у нас получился новогодний шарик новогоднее украшение на елку таких голубых серебряных цветах вот два нарядных шарика которые у нас получились ну вот дорогие мои друзья спасибо что вы смотрели мастер-класс что вы делали со мной эти шарики где украшали можно посмотреть здесь здесь подписывайтесь на мой канал пишите комментарии ставьте лайки заходите мою группу вконтакте на страницу инстаграм желаю вам удачного творчества до свидания до новых встреч на канале творческая мастерская креатив